Свой обсервационный центр тем временем готовят и власти Сургута. Его планируют организовать на базе отдыха Олимпия между поселками Барсово и Солнечным. Сейчас там завершается подготовка. Работают специалисты управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города. И сотрудники Роспотребнадзора в том случае, если возникнет необходимость, люди, контактировавшие с заболевшим коронавирусной инфекцией, могут быть помещены на карантин именно в это учреждение. Подъезжает автобус, людей выводим и заводим в здание. В этом здании, у нас здесь на территории расположено два таких здания. Одно здание 55, место, второе здание 75. Где в течение 14 дней будут находиться контактные, которые контактировали с больным коронавирусом. А обслуживающий персонал будет находиться в Сибирском регионе. Люди, которые сюда зайдут, они в течение 14 дней отсюда не выходят вообще. В ближайшие дни закупят одежду для потенциальных постояльцев учреждения, разработают систему питания. На следующей неделе власти города проведут тренировку по отработке всех действий функционирования обсервации. Накануне на заседании санитарно-противоэпидемического совета рассмотрели вопрос о выделении дополнительного финансирования из резервного фонда мэрии. Сумма пока не называется. Представители Роспотребнадзора Сургута от комментариев отказались. Я своими глазами хочу убедиться, как эти здания подходят под те требования, которые Олег Владимирович говорил. И, соответственно, вариант, который мы рассматриваем, это резервный вариант, и он имеет право на жизнь. Поэтому мы должны быть готовыми в любом случае. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова